ну вот так как приятно видеть братьев очень даже вообще так бы просто смотрел бы и все ничего не говорил а у нас снег падает хлопьями прямо я пошел кормить голубей а тут дикие летают я там размел веником чтобы им отходы сыпануть а тут прям сверху засыпает ну-ка покажу дай-ка вот смотри какая у меня черная пантера а покажи парень да которая в доме была ну слава богу так я попутно спрошу хоть не по делу значит николай сироткин вы сколько на 1 тонн набрали фотографий уже на второй почти набрал так я к вам как-то как передать то я нам могу много набрать которые новые то люди новые пришли там и фотографии их как передать то чтобы это долго закачивать или помаленьку по десятке слава а в папку вячеслав закиньте и все закачается а вот там она и не как это со стрелкой там два нет вы туда ее забрасывайте и все в какую папку то одна со стрелкой как там ярлык а вторая это без без стрелки без стрелки о а стрелка она мне не потребуется я удалю я совсем не не удаляйте удаляйте ну все давайте посудим поговорим вас у вас когда пошли мы по теме что выходили туда николай или кто тут рассказал вам какие должны быть ступени ваши я гляжу вы все сделали как надо у меня претензий никаких нет вот только что выставили уже там по содружеству могут она ускользнет дальше и будет неприятность надо было в частном порядке мне допустим больше не надо пока а раз выставил и она размножится и не не задержать уже теперь вот это без совета все сделали хорошо и вдруг договорились а все время говорю никуда никуда там вот показываю гляжу уже стоит в интернете ну за последствия могут быть самые неприятные отвращение человека от нас игнатика штамп только мужья который у нас мужья то где они сколько их мужей то ты знаешь хотя примерно 11 только наши которые в совете но но смотри ты отвечаешь за это значит доступа там никому больше нету 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 но предупредил бы как-то ты знаешь какой я бы каждому написал отдельно я предвижу какие могут быть неприятности и поэтому такие слова говорю чтобы не было такой человек это же редкость такая тем более готовим большие материалы которые придут к нему которая сыграет большую роль он прошел вас когда прислал мне 100 проповедей да вот а того то и но я сделал замечание он попросил прокорректировать я говорю вы говорите братья сестры это нигде не было ни в библии нету ни один святой отец не говорил вот как он не знал поэтому говорит я от вас из книг получил много нового полезного и интересного ну там считал которые были от его где-то и вот это надо беречь слова которых павел горитя сделался для всех всем а но им не знакомо они не знают никогда не пойдут хоть весь мир погибли а мы самые хорошие теоретик переходи к нам и все другой проповеди нет ни у кого и при том это проповедь столетиями идет а вот видишь как начали я внимательно прослушал от корки до корки там больше чем полтора часа хорошо но нормально и вели себя я доволен всем но что выставили обезопаси и помолись и может быть даже уже убрать надо я слушаю вот как вы здесь попри пришли так как созвонились или как не называйте никогда не не человека не место ничего мы понимаем о чем говорим там так позвонил одному знакомому и и он дал телефон вот видишь как господь благословил и что телефон я поэтому телефон набрал и там человек говорит а я уже не работаю но я вам дам номер дал номер и по этому номеру уже мне тоже еще один номер дали и потом в итоге договорились что встретимся и нас приняли по-доброму а как ты говорил какие слова говорил по телефону повторяю будь благоразумный отвечай что ты сказал кто вы такие зачем вы позвоните хотим подарить книги игнати тихоновича лапкина вот и когда может это сделать он сказали что уточним и перед созвонимся и пару дней буквально там один или два дня прошло мы созвонились говорят все приезжайте примем вас какое-то время и приехали мы побеседовали даже мы не думали что беседа будет думали подарим да и уйдем хорошо а как вы ему показали где в книге чтобы его про него сказано и от его руки бумаги показали но ему были интересны больше мы чем книги именно в данный момент людям уделил больше внимания чем самим книгам мы показали да но хорошо ну хорошая беседа была спокойная так и понятно а кто-то из вас написал готов что я говорил про этих людей точно говорит это наверное иван вот так точно все говорит сходится ну мне это известно потому что я оттуда там наше гнездо вот так вы столько времени экономите вообще я тоже хотел благодарность вам выразить вот реально просто можно же там десятилетия может до конца жизни там этим заниматься и не дайте ничего и не дайте да тут раз и готовы все они конечно не просчитают это так ну кое-что коснется я и вообще из того что прошло я думаю что и много как я вижу когда мы приходим к кому-то и дарим эти книги или уже бывшие дарили там как будто бы и не читают они может быть откроет где-то выборочно и все не знаю может и не так не знаю я не могу ответить прошлое которое послал книги он прямо по ним называет то другое это не просто так выборочно трудно взять потому что неизвестно что под этим заголовком я вот сейчас обрадобрите добавку сделал там поют борода моя бородушка слышали может песню я туда а так как это на сайте а на сайте сайта мой а мне входа туда нету а кто вот кто хозяин то сайта сайта сайт вот мы же можем сайт но мы на новый сайт старый мы уже старый сайт мы его просто держим но не трогаем ничего уже туда не вносим на ланге носим а в новом новом точно также копия новая точно тоже старый не трогать старый я к нему привык мне там не надо главное сразу нахожу и все старый надо мне закладку сделать на него новый новый так что его просто держим как он чтобы был и все вот такое дело передали за ночь наш груз дошел до белоруссии и в первую очередь а тут два выходных ну первый там ожар который освобожден ну а дальше уже до нашей корректуры ну и там уже не кто посылал она сделала пометку кому какое вот пока на первое место в этому как по военному делу то говорит когда готовят какое оружие это вот стукалов геннадий и наталья они были тогда у нас вот он пока сфотографировался женой у него рядом стопки такие стоят там надо думать как это сделать чтобы каждый себе запас не один и два почему у меня забита склад и контейнер 12 с половиной метров длины 20 метров ширины под завязку а ведь мы готовимся сейчас немало надо очень хорошо обдумать как будете оплачивать я почти полностью отхожу от этого мне тут ремонтировать дом надо ну и короче так издателя которая ответственна там собачка делается фамилия моя теперь напишите какое интернет на сокровие со содружество она вот так тут николай астахова выскочила изображение до этого вячеслава там такая блямба от от цвета на лице это вот никогда не подумаешь ну вот так давайте ко мне какие вопросы есть нет да вопросы есть конечно но вы уже ответили насчет того что мы там как мы себя вели я доволен я доволен довольна запомни это все не перебивали говорили и а их меньше всего интересовало он заранее знает человек то что вы ничего не примете из того что говорит она не сходится со словом божием он говорит библия для них она не существует вот и все это очень и очень опасное положение а там было а там такого то человека канонизировали ну и что у католиков там концевище самого главного гонителя православных христиан канонизировали главного палача давай говори ну первое что я хотел сказать это когда трудишься ради христа на вашем примере я вижу что даже люди которые внешне может врагами кажется или где-то там не те которые мы встречались а другие они не хули от духа святого и признают это и это доступ к сердцам открывает точно не ошибешься если трудишься искренне и многие это принимают они не могут то есть он увидел книги говорит сколько ничего себе сколько трудится и там это и четырехтомник проповедь стихах и к истину православию трехтомник говорит это такой человек не может как бы без плода ну что-то вроде того такая мысль была что как то есть признается это поэтому как вовсе такое правило который в принципе очевидно но произнесу что ты когда трудишься искренне ради христа то какой бы не был нужен совсем какой-то безумец должен быть который скажет это нет это он ничего не делает ну вы видели когда я передавал здесь библиотеку краевую местную как она брала выписали и там лемеш помог москве там же три главная библиотека бывшая ленина там слова ленина выбросили парламентская и историческая а там все книги 38 томов и вот это новое издание в четырехтомник он отнес им и они на все дали бумаги все три я показывал понятно у них сохраняет туда хоть какой он будь и не вырвать те книги книги переживут нас это достояние всего народа никакой поп никакой патриарх туда носа не сунет вопросы я написал не знаю можем по ним пройти кратко давай в целом для просто для людей предположим человек прочитал библию уверовал в иисуса христа что правда редкость большая что человек библию прочитал но предположим прочитал или хотя бы новый завет толкованием филакта дальше у него выбор а куда пойти вот армянский храм стоит вот католики стоят вот храм старобряческий вот храм московской патриархии вот храм зарубежной церкви вот протестанты вот баптисты куда идти ему как ему понять это видите вот хорошо это я высылал этот материал я для вас бы выслать мог снова отец геннадий фаст немец минонит молодой ученый преподаватель в одном из передовых университетов томска физик математик и одна встреча только и вся она записана была на гитапона потом переведена в буквенное вордовское состояние вы считали нет я скину все равно вам себе держите это как он подходил надо именно так подходить человек рожденный свыше что он я поверил это далеко не все бесы веруют и трепещут это может быть бесовская вера и он главное так давай какие у тебя ну что тебя смущает ну тут православных они не знают как он сразу думаю о десяти девах я говорит он подробно раз говорит говорит потом кончился игнати одним словом сказал ложь как так ну что он сам по счастям ему разобрал согласился и у него это был главный удар что у православного еретиков от головы вот уверовал я поверил там жил такой человек он там бог мне а у нас от духа святого вот какая штука то это ему бог открыл сразу и у него как лавина какая пошла уверовал уверовал он было пятидесятников духа там это говорит там по-своему гласолалия называется но это не все он у баптистов каким-то кружками там руководил и проще то есть он все знает вкусовина не знает вот когда родители его были репрессированы они все немцы были и когда война кончилась надо было выезжать а денег то нету и они только одно искали там 650 рублей что ли у них с собой было искать там где есть дети с которыми занимаются на их родном немецком языке и они нашли там караганде или где вот о чем надо заботиться его больше и встречи мало мало было у нас но он уже сразу видел я ухожу дежурить а у меня люди приехали с академгородка новосибирского там другие а я ухожу на сутки я говорю ты сегодня заниматься и завтра вот это вот потом продолжишь и даю ему книгу теперь давай а он говорит а я чем займусь а ну и да я ему сразу у меня только что появилась книга толкование апокалипсиса не только андрея кисарика подокийского архиепископа но там еще и добавки были я ему выложил книгу он как глянул он видимо внутром почувствовал тут он три года будет теперь собирать говорить и то что есть как трехтомник у нас там 434 страницы кажется занимает а вот только спросила вам кто дает за программу то на день то что вопрос то есть у меня 10 или 12 человек с разных сторон бывает другой даже страны приехал я всем загружаю чтобы они не были бесполезными при том работа который имеет перспективу на будущее сразу же ни один не сказал он говорит а кто вам это дает вот так и здесь вот вы сказали это далеко не все вот вчера мне там это елена гладащук она простыла ее не было суббота воскресенье а тут она мне вопросов подкинула видимо из-за дочери дарьи у нас такие близкие отношения с нею с ее дочкой то второй ребенок она спрашивает как приехать и ну все она принимает и теперь еще находит туда и находит книгах моих у вас это сказано было как будто к моим детям это есть а я все что она пишет ее дарья она диана назвалась я скидываю ей и она мне вчера говорит а вы отдельно с детьми занимались когда-то по слову божию то что детский лагерь там отдельно так в университетах я все знаю вы в школах говорили одновременно в 13 школах как это было где в коридоре в классах вот я уже немножко я ответил вот если вас такая тема интересует я могу ее раскрутить вот пристав себе как школа и надо как сказать где сейчас кое-что ну конечно начало перестройки видимо уже было надо чтоб кто-то там был или созвониться вот как наступает осень телефона нету одних я договариваюсь они к телефону не прислоняются а я иду и целый день там сижу без еды я звоню во все институты школы милицию говорю открывается занятие в алтайском техническом университете студентов больше 30 тысяч ну и вот бывает оттуда пришли люди там одна умерла одна у нас она долго была старшая сестрой у татьяна капустина то есть без плода не было такого что звонила никак вот я сразу звоню а у вас я желание послушать детям там какие-то вот даты там разные хулиганей вот я могу провести у вас уроки они нигде не снятые не было этого нигде только в одном месте было там курсанты летном училище молодняк вот там сняли она в фильм попала когда перед ними выступаю они по форме сидят такие ребята ну кадеты я им говорю вот все что как вы делаете делает вас героями но без бога вы просто будете убийцами разбойниками бандитами а то я говорю тут офицеры сидят то другое мне никогда противоречий прерывания никогда не было и вот здесь я договариваюсь учитель не сознает как какие класса меня интересует величина классов сколько какого класса у нас до нас школа с пятого класса ну с пятого начинаем сколько классов пятом классе три группы то есть много а вы можете в один в одно помещение их согнать я главное спрашиваю аудитория конечно и выделяет директор завуча где школе завуч это заведующего учителя то есть это его секреты заместитель так сказать если директор нету она отвечает ну вот она мне потом скажет вниз она собирает с каждого класса а потом и говорит я с вами отхожу уже сколько дней шестой красный седьмой восьмой вы всегда начинаете делать введение как в любое но ни разу не было чтобы одно и то же повторяли так как может быть я как педагог мне это интересно но что введение это я понимаю как будто первый раз слышу и вы совершенно по-другому говорите о другом говорите где вы кто вам подсказывает а я говорю вы подсказываете а как я кручера мы зашли помещение ваша в класс и там написано экономика должна быть экономной этого ну да ну вот я начинаю говорить о мамоне теперь я все разворачиваю в другом месте зашел там картина рембрандта у них если идея я сразу две картины соединяю вместе и начинаю говорить по искусству там как тайна вечера а в другом месте там демона нарисовал человек на кого похоже и на урок мне вполне этого хватает а когда в другой класс переводит я опять смотрю слушаю получается хорошо они-то будут будут там учиться много лет видеть эту надпись да или эту картину и у них на память будет всегда воспоминания именно о вашей праве понимаете вы как выгадываете этим мы убирать не будем это она остается и остается то что есть ну чтоб директор сделала такое заключение это я вот по попутно сказать а вы хвалите себя хвалящийся хвались господом господь это делает я выступаю ну определенное время мне назначено прийти допустим во вторник радиостанция роса роса она тогда были точки такие включаешь радио то можешь слушать и вот там никола как илья николаевич директор то и так вот помещение такое а тут два стекла огромное но большое такое окно ну как в поезде а на той стороне сидит механик и он так показывает рукой начинай а записывает он там чтобы ни один шорох не попал но самое то главное то то у него опыт есть я говорю сколько мне отпущено он говорит полчаса я говорю как только останется пять минут ты мне через стекло покажи пять потом покажи четыре потом три два потом один и он ни разу не останавливается обычно когда за записывают от внучка президента президент и внучки когда его записывает а там под этого который был ну под ельцина кто а олег табаков его играет он записывает новогодняя ай стой начинай сначала опять ай ошиблись начинай сначала а этот работает со мной год-второй ни разу остановки не было я кончаю по тютельке сколько положено аминь и потом звонки начинаются в эту в студию как это так один мужчина звонит я горит всю жизнь проработал на местном телевидении на а тогда она как-то с радио было и вы говорите вот я заметил как вы наверно там работали я горит всю жизнь проработал вас дикция там я говорю понятия не имею вот когда стихи там за рифмы там разные я этого не знаю мне как идет я так иду на разный мотив найдутся поставят а кто-то виктор николаевич савченко вот стихи то какие есть да какая тема то мне в литературном сказали я этого ничего не зная я выхожу на улицу перекрестился господи избавь и дальше сокруши силу сатаны отрекаясь от его гордости свирепости всего и выхожу впереди перекрестился а так и здесь я пришел к вам перекрестился и зашел здесь и здесь другая обстановка другая будет но они это все замечали на двух студиях работал одна была онлайн часовая и тот же самый результат а почему люди надеются что они учились и у них опыт если я не учился у меня опыта нет это мое преимущество вот которые на меня нападают и сейчас молятся там чтобы нападают но неприятно всякие гадости говорят но пока они нападают на меня в это время они другом месте работать не будут я отвлекаю огромные силы на сталинградскую битву на курска дугеду это время другом месте то то могли бы прорыв делать вот я образно беру так и здесь вот он я говорю там кто у кого было то он еще второе там сказал не сказал она у него написано что стих от главы отделяется точка запятой я говорю нет только двоеточие точка запятой это когда одно кончилось а потом другое там идет другое и запятые не может запятая это стихи запятой допустим стих глава такая-то двоеточие стих 5 запятая и восемнадцатый то есть к этой же главе и он это вот это да никогда не думал я говорю все строго него там на каждом сагу я это учту а то у нас переписка была но остальное вы знаете видите как тут главный вопрос рождение свыше и когда будет рождение крещение духом святым это вопрос самый главный вот меня когда спросила на как я с детьми занимаюсь отдельно по считают я не лезу утрами с трехтомника считает виктор николаевич я не слежу ничего но я ввожу в рамки евангелия ребенок наказывается я ему говорю за что как где как я наблюдаю за этим делом отдельность детьми никогда не вел занятия почему я не делаю разделение классе не классифицирую их по возрастной группе а как какой может столько себе возьмет нет за счет выйдет поиграет вернется но я даю только чистое словесное молоко библия то есть детская библия там синенькая она не библия главная библия это синодальное издание 1876 года и даже с детьми которые приходили у меня в университеты я в разных вилках то это никак им не помешало ребенок схватывает на ходу это и мы знаем по житьям святых это в каком возрасте их душа пробуждалась от живого слова а вот как ребенку а вот он когда нарушает или не знает тут я уже по полной программе у меня даже в книгах это есть такое весна вот ребенок он не слушается добавить его сюда он будет слушаться мы начинаем с ним домой он большой уже пять лет игры скворцы прилетели а какие они его давай сядем потихоньку посмотрим вот он прилетает скворец села сидит смотри он поет почему он пролетел тысячи километров а воробей щирикают кучей один воробей там сидит но у него там уже гостиница он там перины сделал подушки он его не трогает и вот он только туда опять залез там что-то по своим делам воробей там а этот скворец бах и туда и только воробей вылетел оттуда перо летит там разные бумажки все натаскался ой жалко я групп правильно воробей очень верный для нас тут зимой остается а этот летел далеко ему некогда говорить он называется не воробьятник а скворечник повтори скворечник и вот теперь мы посмотрим что ему ждать некуда он сидит ждет а он один прилетел второго нету а как-то лики летит стая скворцов теперь их потравили нету он кричит поет и одна какая-то отделяется это будущая жена его его ребенок все это берет он все это видит надо видеть вот вот допустим не работает утром один ребенок говорит он сел и сидит а траву надо вырвать вокруг чтобы сырости не было там кель и наши а я потихоньку подойду смотрю а там муравьи большую жужелку опрокинули кверх ногами то она ногами то сущи то еще она сделает до земли не достает я не волоку домой там ну свой спортзал там или как сказать где трапеза у них он смотрит я потихоньку опять отползаю от него и не надо трогать может это биолог будет какой или что то есть вы заметить что его где тянет видите как я у меня занятия другие а потом я отдельно с ним буду говорить о том что так и как и польза не польза они просто есть которые кончают семинарию такие как каганович сталин учился в семинарии адольф палаизович гиттер шикель грубер был певцом ну поющим на на клиросе пел церкви кем они вышли а почему дух святой не касался вот в этом все а как этого знать доверься богу вот первый самый шаг сейчас люди понимают которые вот у меня что на меня называет меня горит он говорит всегда что меня томило то что я погибаю я не никогда не спасусь я понял что я полностью разбитый мое я раздавлено моим мозгом что и меня никто не мог обмануть я библию считаю я поверил во христа да я с детства верил не я понимаю это не то что то должно быть другое а что именно я не знал библии то руках не было евангелия не было и когда господь меня коснулся 27 сентября шестнадцатом году вот тут я пал и вот 52 года в пути то видели там когда на то место пришел рыдаем вот это вот начало было начало и мне недостаточно это мне надо слияния полного и бог мне это дал в первый же вечер а теперь удивляются а почему у меня нету так это сионская горница это дом корнилия вот что такое сегодня ты должен пережить ты должен пережить день пятидесятницы когда господь тебя коснется и все языки мира покоряться тебе но я не имею и имею ввиду одно разницы нет будут переводчики господь и вот это единение с богом она тебе позволит трудиться у тебя врагов будет море потому что папы это бывает они не возрожденные мертвые а я нигде не обхожу и прямо по этому месту рублю они мне никогда не простят но одно только изречение о монахах только знаете его а ну-ка кто знает повтори монашество в том виде в котором оно существует принесло больше вред чем все мировые войны нет 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 чем коммунисты фашисты масоны и мусульмане несколько раз больше потому что они запрели людей а эти на небо отправляли вот такое дело а почему ты лишь так такой фразы нигде не было в интернете нигде и вот когда же совесть образно да это пережитки или там гитлер пережитки еврейские на совести то не надо а у меня дается определение совести что такое совесть ну-ка совесть это тот участок души в котором слышится голос божий через который через который он участок этот моей души и он мне прилагается слышится голос божий и все рассматриваешь вас все по священному писанию по словам божиим вот и все у меня вот в университете спрашивали какая у вас программа а у меня программа 1 со христом чтобы люди познакомились и полюбили слово божие вся программа кончилась а для этого надо мне полностью новый завет пройти противосектантские материалы песня песней и вопросы ответы тысячи вот а вначале людям давай ну вы договорите а я потом уже скажу но я вижу рука поднято да но я все кончил тогда вот вот игнотик представьте что вы попали вы допустим священник на приходе 2 вот есть настоятель а вы 2 священник до храму вот обычной московской патриархии который ходит обычные люди вот как везде как везде но вы там стали священником вы и вот у вас есть раз воскресенье говорить проповедь вам даётся только такое право и что бы каким и проповеди вы стали всегда говорить первую очередь что бы вы стали делать вот в таком приходе вы не можете убрать торговлю ничего не можете не можете требуя убрать ничего это вы не можете это все делать настоятель но вы можете говорить слово вот и вам надо раз я могу говорить я и скажу а скажу первое послание и она первая глава 7 сих я на него буду говорить я один раз объяснил второй раз я по одной и той же теме буду идти расширять и расширять ее и далее образуется группа они мне надо будут приходить люди у меня сразу в этом месте появится много сторонников а сторонников много он еще не сможет сделать вот как кадушкина где-то нападает а у него же там есть они еще не могут сделать с ним я не один я я должен друзей иметь и поэтому не торговлю еще трогать не буду но как только занятия идут там-то я говорю дома все теперь нужны они эти нам тугрики нет все соглашаются и так наступает время будем говорить но надо что говорить торговля кого нужна должна быть по канонам вынесена за церковную ограду это раз второе перейти на десятину а кто пойдет вот сейчас я подошел батюшки а брат мой родной он через меня пришел к слову божию поэтому он для меня является и сыном и отцом одновременно и вот я подошел и говорю он живет у него и средства всегда есть и все есть он сам работник такой я уже подсчитал узнаю сколько моя пенсия я рублю пополам с кем живу с володей и теперь за год сколько десятина я приношу батюшки подписываю конверте батюшка это я за год за год вперед мало еще может быть момент у меня денег не будет и я буду должник богу никогда все то есть я уже обезопасил себя и людям буду об этом же говорить что я пережил так это по такой шкале ты не знаешь сколько сторонников может быть у бога и бог это открывает и открывает внезапно он даже не думал говорит и вдруг мне открылось я даже не знал что это старик с бабушкой ходит он давно мой друг и вот у меня в интернете есть мы только и ждем когда в там проповедь скажете или что-то почему бог это делает страдниться уже не своими человеческими силами и вот я стараюсь ну старое имеется сон надо мной командует за границу дальше не полезет куда он я веду службу говорить надо он говорит слово я буду говорить о порядке в церкви и дальше перехожу на остальное когда люди уже поймут торговлю конечно начале трогать не буду потому что это главный источник надо чтобы люди согласились десятиной об этом а десятина платится там где другого духа дохода нет вот так ну и насколько возможно я бы почти все время старался дружеские отношения с этим священником и говорить о вечности о любви божией вот а потом пригласил у нас занятия там у меня идут уже ходит там сколько пять человек или двое приходи батюшка мы будем говорить я вопросы отвечаю но если бы раньше было я бы не не дома дусим стерковной ограде дом специальный как вот у кадушкина там где-то был вот такое дело а теперь ну прямо с моим опытом ни один из них даже слова не скажет он чтобы не сказал у меня несколько вариантов ответа которые быстренько смотрю говорить или не говорить все сказать или только половину и чем за какую к за крышку сделать видишь это опыт когда живешь трезво для бога всей душой всем сердцем веруешь то господь не покидает хотя сарафим саровский говорит когда господь покидал меня то я говорил неправду у меня ни разу этого не было неправду то есть не точно отвечал на вопросы открыто вот так такой ответ хорошо все я понял то что нужно услышал спасибо христос ну да давай вы священник у соответственно вы исповедь проводите что вам подходит ну исповедь да 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 вы исповедь то есть уже набранный можно сказать приход он уже до вас набраны на и вот они подходят они все готовятся к причастию их там человек 30 воскресенье там 40 они все проходят вас назначили дежурным священником которые исповедь проводят они все проходят через вас вот я не буду я не буду исповедовать их пока не добьюсь того чтобы люди уверовали в бога во христа священное писание не сделай авторитетом мне не надо это делать зачем из священника делать врага отвечает он я исповедовать не буду я отвечаю по какой причине по причине той что люди не знают надо нас сначала научить обратить и сразу приказу показывает что говорил об этом патриарх алексей второй ридигер все это можно легко сломать он батюшка на один раз так уехал я говорил как он где-то в монастыре или где священник для того устал до утра исповедь сколько 150 человек ты помоги мне башка я буду по-своему исповедовать не по вашу это мне и надо ну батюшка вышел и а соя там бритые старички и там другое он сразу сказал кто не постился в этом посту просьба не стоять я не буду вас исповедовать даже вы должны пропаститься пост постом другой там великий ну и что там осталось у него человек 30 отмахнул господь теперь дальше стоят которые старички бороды бритые с бритыми разговаривать не буду даже зачем это нужно когда вы не должны даже в иерусалим заходить тоже отошли он батюшка осталось там человек может быть 8 или 10 вот теперь будем говорить на исповедь никаких 150 нету и никто против и священник тут в алтаре он до того удивился как просто батюшка отец каким-то рассчитался то с ними вот такое дело тут надо быть смелым довериться богу смелость заключается в доверии а будет так вот так господи знать не хочу как будет и со мной все остальное ты берешь на себя моя задача не поступить вопреки слова божия по которому ты меня будешь судить довериться тебе потому что ты могущественный ты самый мудрый премудрый и поэтому ты подскажешь как быть и людям на сердце положи господи а когда у тебя авторитет будет как а в россию раз вот тут вообще они рты раскроют будут хотя он и по басням своим следующий вопрос ну все-таки допустим не на богослужение да отдельно к вам человек подошел и говорит я хочу исповедоваться отдельно вообще ну то есть вы уже знаете в принципе что вот он приходит только к вере он может быть и крещеный он крещеный допустим да он приходит и он исповедует что у него было прелюбодеяние вот он исповедует вы как его отлучите что вы ему скажете таким образом авраам это авраам то подошел а там мустафаев то но и сказал священнику он ну что там поклоны сделай ты только причастись и он и вот в ад толкает а он говорит многие больны немало умирают это про кого сказано я изменил жене жил с ней сколько а теперь с этой расставаться у меня ролик такой недавно сам на меня вышел ну я ты сказал с которой он фотографировался бабочка у него тут такой это она его там и выгнала а это от переживания заболела но он сильно просится ко мне я не разрешаю потому что некуда принимать а потом он работает опять аварию большую сделал на две машины и ему нужны деньги потому что он работает где-то под землею что-то там делает и зарабатывает это 150 тысяч что ли в месяц вот так и две недели работает а две недели отдых и он не знает куда я говорю с 10 июня потеряю я тебя прямой ты приехать женой с ребенком дочь растет но очень сильно верит так как я гра по-другому никак ты должен 7 лет стоять только за пределах вот и все вот пример который подошел мне брать не надо только что был разговор я показываю канон по канону вот так никто меня заставить не может ни архиерея никто а если он нет то я богу добираюсь мало ли еще они для всех сделаются всем ну вы будете допустим сообщать епископу о том что вот такое произошло а что я буду говорить то не надо потому что там написано что типа отлучать человека может только епископ глупости этого нет глупости пускай перед ним идет и исповедуется я делаю я и бог больше нет между нами нету епископа у нас иван суворов отца яхима брат и помещались недавно разошлись идут к архиерея он разрешает второй брак и он пошел к архиерея архиерей говорит ну разрешаю тут виновата то другое владыка у меня у меня уже до 2 пачка идет и люди жалуются да жалуются он принес ему на стол это бахнула все эти личные дела владыка вот вы их и исповедуйте я больше не буду делать и все и больше к нему не пошли наступает момент когда нужно пройти через все это и что архиерей не имеет права нигде этого нету нету нигде я я открываю канон вот написано вот василия великого один аборт десять лет один а сейчас приняла патриархия то о том что в защаточном виде там день то и как защатки и уже нельзя трогать человек убивается вы знаете это правило то я даже удивился что так да и но нужно сразу это кстати там легоида тоже это все участвую они хватились у него отца убили хватились когда уже полмиллиарда погибло полмиллиарда в менделе дмитрий иванович говорил что двухтысячному году нас должно быть 650 миллионов сегодня открыли это данное 150 даже нету куда полмиллиарда делась на помойку вот так смотрите но вот вы я понимаю я это отлучаю вы отлучили но допустим настоятель он его обратно пускай больше ко мне даже больше больше не подходи я скажу и все настоятель взял на себя не верующий он за это ответит а я продолжаю делать как есть и молва пойдет другая здесь строго а где строго там истина так люди молва будет конец к нему никто не будет подходить она того я уже не приму только в другом месте исповедуюся иди назад возврата нету ты пренебрег сказанным все пренебрег не мною вселенским апостольским правилам не соблюдает он где-то посты два года отлучен и все они так что первое последнее первую очередь болен ты или нет и еще кроме растительного масла и мало вина разрешается и рыба не разрешается сейчас рыбы нету я знаю как это первый шаг только сделай а дальше легче кто-то должен если к вам приходит на причастие человек который вы не знаете он как ну как он нужен на исповедь как если я его не исповедовал я его не буду причащать никогда а он одного исповедуется вот три священника вы один из трех вы вы служите литургию и вы выходите с чаши а там кто исповедовал совершенно другой нет я не буду я не знаю сразу скажу не знаю я должен проверить потому что здесь на ванна как говорится на кон ставится моя жизнь моя душа никого сидит тому который тебя есть таковы правило всегда было это все разврат только один разврат умов искажение слова плещеев писал и мать с проклятием будет их имена говорит проклинать никак я сразу когда руку полагает и все я все должен рассказать это люди которые мне доверяются как отцу они так что от кого-то зачатая и пришли а я ваш сын никак я его не зачинал а человек тут рождается заново ну и конечно с первого дня говорить о постах строгом исполнении и жизни во христе а сне и обо всем вот как у нас идет какие минуты мы точно пока подожди подожди этот секунду так раз молитесь вот это натурально можно устроить а будет по-другому не загадывай вперед ты заботиться не о том что будет от правильного хода а том что будет когда неправильно и ты попадаешь под эпидемию ты попадаешь а так не как твоя награда тут не надо смотреть вот рассмотрите на тиху получается это надо еще объявить сказать епископу с дорогу положение что ты только так будешь поступать но можно не говорить а дальше будет видно говорить не надо потому что ты можешь потом сказать отговорить поступать нигде этого правила нету вот я допустим меня архиепископ один вызвал рукоположить но я знаю что это не моё я ему говорю владыка я же буду учить чтобы люди родились выше правильное крещение так мне это и надо я говорю это не все о которой не примут их там вот так как говорите причащать я же не буду как не будете ну так если она разведена то другое я вам подчиняться не буду когда он довел до этого я ему сразу сказал потому что я не думал рукополагаться ты поэтому может по-другому бы сказал то это не вопросы которые не задаются при рукоположении и надо вылазить а дальше будет видно то есть получается так что довериться богу понятно и там если вдруг тебя начинают зажимать уже то ты всегда поступаешь чтобы самому под епитемию и под проклятие не попасть а дальше уже все на бога это все по-другому будет надо чтобы таких людей которые за правду отлучены больше было и тогда все вздрогнет он дальше не пойдет а если у тебя были друзья священники и 2 священник так и 3 храм пустой его сразу затребуют что случилось на суд а заочно не судится и там сказать для нас это правило выпусти книгу правил вот бог вообще так я так и поступаю поэтому обвинять я не пойду как некоторые священники такое дело я его буду обличать там вот как этого сергея то романова арестовали он там поссорился со своим у него там архиепископ был кирилл с патриархом поссорился а то никуда не годится я бы показывал как он мог сделать великое дело его бы не трогали был на месте не послушался теперь сидит один там все отняли выломали все здесь надо абсолютно точно тем более усилить молитву об этом архипастырь если есть такое и ласково разговаривать внимательно вот опять же можно не называть один священник есть в не ну вы знаете его все да он был строгий очень без бороды никакого причастия без платка я там ходишь где-то никакого причастия пошли на него жалобы в епархию и там даже епископ чуть ли не снять его хотел там письма есть переписка но сейчас как у него ну и что и как теперь все того убрали который был это как он брата за бороду хотели убирать и который хотел убрать того убрали а его повысили и за это время какие у нашего брата там знания появились и и даже тот который имеет большую власть над ним этот нему расположен почему все молимся на руках не все в его вот и все в любом деле это так вот он там на меня там разы синицки там разные разное там это слава божия я благодарю бога что меня господь видит что они поносят разные там из моих материалов слепляют что-то гадят господи да я не достоин этого потому что которые друзья не тот друг том медом мажет а кто правду скажет а тут правды нету поносит и велика ваша награда как я могу протестовать против награды которые мне бог обещает последнее блаженство это надо настолько срастись с этим меня это никак не касается главное у меня два есть параметра на которые они не покушаются аппетит и сон у меня аппетит прекрасный из быстро засыпаю все стою вот сегодня с одним говорил это вам столько лет да сколько же вас энергии там говорит но смотрят люди где-то вы там тоже это говорили ну это бог делает я каждый день тут с ногами там в колени где-то святой водой помажу там перекрещу где-то хожу гимнастику делаю ноги там повыше головы полежать надо я каждый день занимаюсь гимнастикой три километра надо находить я их находил там на крыльце ходил под мост а теперь комнате все тут стулья по сторонам у меня получается 6 лишних метров я туда сюда туда сюда а сам это время включаю там златоуста у меня насчитанное есть слушаю у меня все идет как надо ну все что архиерея гнать меня не будешь более конкретно потом дело ты правильно понимаешь как надо правильное решение другое дело как его это ты только рукоположи рукоположись только рукоположись дальше будет видно и архиерей может на вашу сторону встать в ближайшее же время а так кассе да я тебя сам снимаю не так просто чтобы сам снять нужно не не один и два епископа а 6 а когда епископа за мной кажется 12 епископ должны собрать и они должны собрать он это не пойдет а ты в это время работой свое дело знаешь сам себя никто не снимал а или хер этом этом плохо не говори молись о нем чтоб друзья молились а ну то есть надо смотреть не так как этот романов николай алексей за ним два убийства только числятся ну вот так ну спаси христос аллилуйя так я опять набираю если 10 роликов ну 10 проповедей как только будет я вам вещества снова скину и так помаленьку никак время то нету но другой не может корректировать они там пропускают там нет не расслышали слова я то словы знай какие ставят слова это мой труд то поэтому проверять там не надо их я и грамматику знаю вот и самое хорошее у меня тут это ирина когда ратьюк она когда спрашивает насчет запятых у меня жена учительница она знает когда где что я не знаю я запоминаю да как-то все все запоминаю я не знаю надо запятую ставить или нет она мне сама выскочит я считал почему я считал в таком то месте у златоуста или еще там хорошие корректоры я это делаю невероятная вещь невероятно запоминается и дальше в любом месте я уже знаю тут запятая должна это день при счастье его и выделять надо перед словом таким составится знак такой-то но по милости божией еще никто это не плевался ну какие то вопросы еще есть братья давайте вопрос это я в принципе написал но я не знаю будем сейчас давай 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 другой вопрос придет время или нет успевай прокатиться пока мы мерина не завалили на скотобойни да вот еще раз человек прочитал новый завет с толкованием феофилакта православным уверовал думает куда ему податься как ему при определить то что например правы старообрядцы или правы католики или правы еще кто то есть где понять это а ты сам не можешь ответить моим путем я когда вот это дело искал то я сразу же полностью занимаюсь что говорили до меня библию в руках не держал говорят эти я изучаю их учения возникновения и все грузинская церковь я тоже готовился грузинский язык изучить не а перепри мне не было препятствий чтобы препятствий не перейти только я всегда спрашиваю кто-нибудь это делал если делал один человек где-то там тысячу лет назад и страна возьмусь за него и вот определенно теперь я и говорю что тебя в детстве интересовало к чему ты расположен что-то с интересом слушал тебя влекло что я узнаю человек чтобы ему это было не в тягость а не так что вот ты такой давай женись не женись я ему все расскажу о женитьбе и что такое отдельная жизнь и как будет дальше что такое конфуцианство доцизм буддизме это все изучаю изучаю очень быстро я на работу иду с собой два тома ленина беру я его знаю учения и я каждый раз выношу приговор это от человеков это от человеков но когда стал читать библию у меня как будто бы голос с неба это мое это божие я только воскликлато сколько лет я господи искал тебя и передо мной как картина моей жизни когда я мог обратиться я не обратился о вот это теперь я там вспоминаю 52 года в пути даже это ну любой понимает что там не игра идет любой почему тосказ я наконец нашел то что хотел куда идти в какую где ну пожалуйста вот осмотрись происхождение не поленись почему мы пошли зарубежную потому что они не связаны с кгб это первое дальше они тут же кинулись разные брошюры миллиант александр присылает там уже вот там была зоя крахмальникова вот это все трогает дальше они меня приглашают как диссидента я еду туда долго не соглашался там я зоя подбила сказала езжайте вам придется говорить о них а вы их глаза не видели и там я езжу со мной они ездят я везде выступаю и все время митрополит рядом и на молитве он рядом у него такая как стоять чтобы не упал это я насмотрелся там если книга правил я его от и до прохожу и вот эти правила что 719 и 413 нарушены ни один не скажет ни осипов никто а почему я три года занимался этим надо было точно знать что происходит в алтаре в людях как учат за этим то сколько было всего я попутно говорю другими вещами кедроград строили кедра какой-то ученый там кажется чехословакии приехал тут и его спрашивают вот вы такие знания имеете а кедра не видали теперь ну книги есть я считал но как вы узнавали он горит я всего дохожу до донышка а именно я кроме библии ничего не считал но говорит престол твердым как к луна теперь я о луне все изучаю узнаю какие там какая температура чего сколько твердая не каждый абразив возьмет ее вот я считаю о кедре я все происхождение в каком государстве что с этими можно сделать резернышками я узнаю кедр который библии поминается вот что я считаю и это слово беру и дальше до конца прохожу вот допустим и там был ефот я говорю проповедь о ефоде архиерей стоит здесь же в алтаре и чтобы мирянин говорил при архиерее на литературе это поле да нет это не не никак этого нету но если знаете не диакон диакон то что это редкость большая говорил бы проповедь при архиереи а я говорю где вы темы берете я говорю бог дает где я все изучаю объев воде и называется экстраполяция перенос событий с того времени на сегодня я переношу чтобы мы делали с этими подом его от тронуло сильно и он было такое преследовал нас а потом он как-то другим чтобы доказать на меня нападать его знаете какая у него голова какая мы однажды ехали готов меня скупейка надетая знаете в шапке ну скупейками холод там 35 градусов так он меня снял свою шапку и надел на скупейку то есть его голова там намного меньше я говорю в армии был когда на лето не могли по размеру фуражку найти я там месяц мой проходил без головного хоть шапку надевай меня не вины нету вот какая моя вина какая голова есть сейчас даже рана есть уже за это время два раза поранился упал и не мы сужаем сужаем вот сужаем значит рукоположное священство я там беседе говорю об этом для меня кто брат тот который по новому завету живет по всей библии живет все соблюдает и у которого есть рукоположное от христа священство все для меня уже брат а вы не видели такое ягудаев к нам приезжал владимир видели и он так путь праведника и он говорит что что говорят там люди чтобы хоть половину исполняли того что говорят ну вот как мы летели они долго просили сия не разрешал наконец дал разрешение приехать санкт-петербурга 4 часа полета и дальше он как здесь и берет у меня интервью и что интересно я не знал что он еврей никак но вот когда мои труды то прочитал я говорю хочешь быть благословенным никогда не поноси еврейское племя племя абраама никогда это первое и второе плати десятину всегда и он когда это прочитал и что интересно он не женатый был и тут уже женился вот как каващев тут есть лемеш женился у него ребенок и он ребенка назвал в честь вас назвал игнатием и дальше я пройти не знал а вот там дается когда светится метрики в метриках указывает национальность когда люди желают строка родитель может поставить и я говорит поставил еврей я молюсь каждый день и выслал мне я могу выслать вам если надо посмотреть и вот как он он нашел приехал просто так а когда папа побыл здесь его никто не может стронуть с места он насколько выше меня там я стою перед ним как совсем никакой вот как я гудаев если кто в это фильма не видел я могу на него опыт скинуть вы считал смотрел понравился что то не слышно конечно конечно я же не знаю но николай вот так вопросы которые ты даешь я отмечаю ты способен их выполнить а говорят вот допустим вас послали храм большой и то другое я буду разрешение добиваться какого закрыть храм и во дворе начнем занятия и потом месяца через три по одному запускать полное обновление а могут пойти могут свечи у меня в моей жизни были абсолютно невероятно невозможные но когда вы так делаешь обязательно находятся люди которые стараются помочь вот как я никогда не думал что за рубежом меня так встретит они как с торбой со мной будут носиться там по разным городам сан-франциско лос-анджелес там сакраменто и едет епископ к баптистам назначили созвонились и меня чтобы с ними побеседовать ну и съездил я не не жалея потом у них скаутские лагеря я только дал ну и как я говорю ваших руководителей я даже в лагерь бы не запустил в ограду они там перед флагом на высадный на вытяжку пятница им запретили что молоком обязательно было я говорю у меня никто не запретит а уберут уберут тебя не обиновен интересно там у них какой-то был богатырь протодиакон ну где-то в горле он там шел а там опасная обстановка там ты в кармане должен держать там я не знаю сколько то 5 или 25 долларов подать чтобы тебя не зарезали то но он с кем-то шел она не напали на него двое он еще не говорят так видимо развернул зашиворот так развернула ударил друг от друга то одному сразу череп раскроился он тут же на месте скончался а другой инвалид на всю жизнь но его не сосредили но сан сняли и кто был в скаутском лагере показали девочке говорит это этого протодиакона там нефон то это его все нарвались на своем не надо палки никакой не надо стрелять бог делает так у меня было когда с ножами кучи и еще только не было а я развиваю начал растаскивать маленькие я все время занимался и а потом эти люди поняли поняли когда и где-то там захватили и стали говорить у нас когда мы там с ножами были то он это нас спас разнял и жены и все тут целая улица у меня отношения были поменялись это я глупо поступил я сознаюсь но не мог утерпеть в окно увидал и выскочил да а вы слышали до что у отца отца легойда убили какого пресс-секретарь патриарха кирилла легойда легойда а когда у него отца 90-летнего убили недавно несколько дней назад а как так получилось а я вам сброшу статью вы почитайте но я не ли гайду не знаю не отца я говорю о тех которые знаю конкретно я понял это между прочим просто чтобы знали это вот недавно случилось так слушать как раз изучать участника хорошо вот николая сейчас скажу не к этому второму николаю дело в общем в уже корочки приготовили для проповеди во свете святой библии но у нас тут такой разговор идет что в пять томов не вместится нужно еще один том делать будет от какого цвета я не знаю у меня два или черного потому что перед смертью уже или такой есть не красный такой синий синеватый маленько то есть предвкушение встречи с богом тогда 5 5 его сделать а тот 5 который переименовать шестым а первые четыре они все нормально а какие картины там что ну что то посмотреть из того что собирает урожай не знаю даже как это хорошо то есть который сейчас 5 он будет последний да он будет 6 но уже 6 но примерно 6 но 5 уже не вместится уже даже не надо говорить по одному разбито уже на 5 и 5 человек сейчас корректуру ведут а там в один том не войдет который оставлено надо чтобы шрифт был не мелкий чуть-чуть даже побольше и уже размер другой но уже сцены заламывает ужасная не знаю как это будет только бог шестой том может быть да ну то заранее заготовить можно этот не трогать 5 оставить а другой такой же скопировать и написать 6 6 а 5 но остальные четыре как были так остаются а пятым или черный цвет я даже могу здесь скинуть какой вы это выберите черный это земля могила и или другой или сделать так что на 20 это сделать корочку тот и другой внизу черная а верху вот этот какой-то такой бежевый свет я его могу скинуть ну вот хорошо что здесь были а теперь мне кажется что черный хорошо будет целиком куда черный все смерть действительно я подумал я подумал что низ сделать черным а вот это сделать то то есть этот ход переход с двойным светом да а второе это преддверие райской обители к суду божию но парк может так и другое сделать как говорит может тут отдельно сделать черным или таким или на 2 разбить но я говорю что это было бы необычное требовало растолкование так что николай у тебя еще вопросы а сахов да нет это не получается ничего вопрос как бы люди которые будут смотреть ничего не поймут вообще вот эти простые и либо по-простому отвечать надо либо и это все мы разговариваем друг с другом и понимаем все чисто перед богом тут и не как хорошо давайте конкретно в лоб задаю вопросы значит московская патриархия чем хуже рпцз тем что у них значит старого это там сергянство сергянство это основное основное и и и дальше вот это искажение таинств крещения нету это прям с первого шага будет а за рубежом этого не было и вообще зарубежная церкви все крестят полное погружение это вот это и мы нам легко говорить потому что у нас целые общины которые ни дня не были патриархии и то что они там кудествующие там с объединениями это не касается мы как были так и называемся и поминаем николай избранный у них недавно был после смерти лавра я не лавра не лавра и лариона и учетом того что патриарх освещает этот ставит митрополиту сергию сейчас памятник поставил и все проще какой-то малейший шанс есть что и от сергянства не так никак никак это непереходимая пропасть человек предал церковь предал мучеников назвал их преступниками которые епископ архиепископ и священники речь идет о десятках тысяч людей он всех назвал преступниками никогда никак но вы признаете да признаю благодатность патриархии все я к нам приезжает архиерей но под их эгиду туда я уже не полезу никогда никогда там тогда на нас кинулся сразу над нами не имеет власти ничего не могут сделать а зарубежные исключили это уникальное положение это для нас бог сделал они отказались а видит волка приходящий бежит так судят его они меня на меня ни одного пункта нету не по канонам нигде мы не в чем не виноваты мы их призна вот если бы я за границей был германии вот такие как есть все то же самое но только за границей к нам бы никто не приставал а вот за границей в россии а теперь нас долбят был бы явно украине белоруссии никто бы меня не тронул а здесь именно сломать вот это сломать и есть теперь патриархию со всех сторон выбрасывают все не трожьте меня я сколько раз говорил тут один было да я такой у меня дед там сто с лишним лет бабка еще вас сунул сатана на меня буквально несколько времени сразу умер при том это все время везде когда фильм снимали три священника против меня и как вы мило их ни одного нету я это знаю не советую потому что от меня это не зависит не зависит потому что я благодарю бога за все я никому не желаю смерти ни наказания только прости его господи останови безумие пророка понятно за старообрядцы почему вот вы не старообрядец например почему они старообрядец потому что там движение никакого нету для них только проповедь одна ты иритик переходи к нам все все иритики весь все до одного хотя себе говорят первое епископа рукополагал один и после этого еще у них были когда канон первое апостольское правило говорит 2 или 3 епископа 2 или 3 епископа рукополагает епископа у них есть места такие что можно взять и показать все под корень никак если там принимаешь ты должен отказаться от серопии мастеровского ты должен все которые были 360 лет назад канонизирую никого не признаю дальше за 360 лет ни одного миссионера нету они все время грызут и грызут у меня есть выражение такое я трудно назвать секту с которой я не работал откуда бы люди не покаялись и светили иговы от старообрядцев приходили которые люди приняли но дальше то надо глянуть что из этого я называю самое свирепое общество если у них никого нет они друг друга хватает грызут я их под ними был там у меня было венчание и все они лгут на каждом шагу ложь конь его спасения но бог делал так который меня оболгал священник павел морозов его в скором времени разжаловали сняли сан запретили отпевать и после смерти кажется придали на пиме как сурово бог наказывает а когда я пришел то с надежды васильев нас приняли хорошо что вы никуда не ушли от отец павел на вас наклеветал а мне никакой беды не было никакой я с его дочерью машей встречался и говорил она отдельно отделилась одна у старообрядцев одних только без поповцев больше 50 разных наименований даже чуть-чуть не так они уже обман вот эта мертвенность дах заткло болото до этого до этого был у них адриан адриан был до этого и он где-то выступал здесь и сказал я сказал тогда про это он сказала старообрядцев как должно я сказал он жизнь свою подвергает опасности они сами маленько погодя где-то там крестный ход был или где-то что-то он упал и умер а умер то 56 лет было это очень опасное состояние они ни перед чем не останавливаются и поэтому у меня никакого общения с ними нету нету а вот с этим бывает где-то с познакомишься там то другое я ничего не имею молимся двуперстная с детства так приучены меня никак нельзя но у них есть положительно что крест полное погружение плохо что людей не подготавливают борода уже бреют сколько-то безбородых подстригают а у нас ни одного такого нету нашей группе вот так далее возможно московский возможно этот кирилл сахаров он все исполняет и все шапки все лесовки я спрашивает может не не ни одного процента нет никогда не простят все равно будут говорить ты не каньянин туда тебе дорога слушай николай говори а вот по отношению ко всему миру в другим странам там как вот они себя вселенской церкви считают как кто-то про кого говорите про старообрядцев я всех не знаю а которые знаю то же самое к ним вот этот алексей пивоваров то приезжает и там дословно все записывает ну больше я увидел тем более я сам был амиши такие есть очень похожие но я только рядом был с ними везде одинаковые проповедь евангелие библия вообще как не существующие и все я приехал когда в нас сибирске был как они взахались а он библии считают да на память говорит от состава ему дает сатана только дает а когда узнали что я святых отцов как они разахались вот надо же сатана изменил тактику даже стал нападать пользуется уже живыми это святые что сказали а потом когда коснулась собора пьяна память стал цитировать какой собор который запрещает уходить монашество то другое ганс и такой-то номер они так и сахались надо же сатана захватил это то есть они не могут из этого выйти раз он против а только от сатаны а павел я для всех сделался всем чтобы приобрести по крайней некоторых а у них не некоторых они все время дробятся и дробятся никогда и выбора никакого нету я нахожусь это самое лучшее место на земле признаем благодатность патриархии мы всегда признавали все патриархии на другие мне еще признавать то я признаю я признаю их католиков григориан армян у которых копты и сирийцы у кого есть священство 5 я их признаю но я никогда туда не пойду у нас своих хватает места работы слушаю николай николай спрашивала имеется до их отношения ко всем остальным церквям вот вселенским они себя вселенской считают единственной церкви в мире получается ну да они так и считают себя кроме них никого у бога нету но настолько неразумно и как я считаю позиция когда ты признаешь церковь это или не церковь да много недостатков много недостатков но на церковь и церковь сравнивается с кем а голая голева считай под каким ветвистым деревом ты не раскидывала ноги перед какими-то мужами завлекала их к себе сюда так что все но на говори я так помню по канонам там толкование написано что через отсутствие евхаристического общения и то что ты не молишься ты еретика как бы вразумляешь призываешь его покаяться и присоединиться к церкви да и насколько я понял из разговора что не с вами а то что до этого был что даже отец кирилл сахаров поскольку он единоверец и молится но если с нами бываете когда на молитве я поминаю патриарха все папа патриарха а потом франциска корнилия перестав перечисляю всех александра на первом месте франциска кто франциск папа римский я молюсь о нем каждый день я подарил то венедикт был еще отлучен это я обоим подарил свои книги в ватикане когда был а перед этим там у нас священник в томске был я ксенс католик на ему книгу подарил а когда выезжали я подошел благословлять он по-другому голову так вот берет и но я долго не выставлял эту фотографию это а потом выставил еще обошлось почему я признаю их за каноничность они от петра мы от андрея от родные братья я признаю его благодатность он когда посчитал это вы сами написали это в этой книге столько кисть на православию вот так как очень на тихо смотрите вопрос вот такой если я правильно понял что отец кирилл сахаров который служит по старообрядческий но поскольку он молится с новообрядцами он для них полностью все перечеркивает все перечеркивает не коньянин когда-то он повез своих людей показать старообрядческий какой-то скит но его предупредили или он сказал что мы приедем там познакомиться так они ворота все закрыли и в щаль смотрели уходите не коньяни кричали он все написал это но эти-то люди-то растерялись он набрал людей своих-то ну а гневали за что же они такие злые то но и сжигали с ними помимо нас они ничего не делали только сказали ну чего вы уж так-то обижаетесь то а те уходить и уходить и где они были так они святой водой покропили где они из автобуса выходили самомнение нечеловеческое и вот у меня был 50 50 кажется было канонников или 70 канонник большая книга такая и вот он старообрядец пришел что-то у него было такое ну давай обменяемся я завтра отдам он мою-то взял а назад свою уже не отдал и сразу смылся то есть вот это они на каждом шагу могут обманывать так вопрос такой ладно я понял то есть все должны покаяться и прийти в старообрячество по их мнению но у них больше другого нет другого нету но ты до конца будешь там у них под этой гидой а это вот не коньянин к нам пришел все слова сказать нельзя я вот когда приехал новосибирск был так они на меня что все бы молодежь увел баптистам и мужского пола ни одного молодежи не было а эти три всего девушки были и они ни разу кажется и не были там ну то есть ложь на каждом шагу так потом значит я не пойму другой момент как у них совмещается в голове строгое исполнение канонов и при этом нарушение тут же например мы говорили про то что торговлю храме запрещена и христом который дважды выгнул так ладно слушай внимательно и канон спрашивай не никон во сколько лет рукоположен в 21 а вакуум во сколько в 23 а перед этим только стоглавый собор еще два правила против того чтобы не было 6 вселенский собор там 45 про сколько да я не сейчас рукополагает 30 лет нету даже нужны никакой нету то есть у нас нарушению очень страшные и они ничем не лучше до полное погружение кого погружает он выходит дальше опять это питье у него священник стоит на трапе самолетом благословляет подходит он свалился упал тут же под это новосибирске прям тут же в аэропорту вот какое дело я там был я не понимаю на тихо как так у людей если они строгие канонисты и при этом нарушают тут же а счета решил у тебя неправильно посыл они строгие канонисты счет это взял и поэтому ты под это подгоняешь никакой строгости нету вообще нету и дальше мирянин может проповедовать если знает слово божие это правило павла и петра это еще на макононе было при иосифе патриархи по православной выкинули это выкинули а у них есть но ни одну мирянину рот не дадут раскрыть я был был испытал это все один из них за мной увязался я ходил баптистом там и там свидетельствовал хороший близкий мне человек андрей феодотович долгов и когда на меня стали нападать он говорит что вы делаете я с ним ходил кого он убил там ни одного не было меня он не видел я слышал как он беседует им бепти баптистом доказывает что они не церковь они не могут они он он не может выйти из этого и все они группируются вот на меня здесь если напал один вокруг него сразу как вот малыш был этот и и сразу только причащался и тут все это не священник и наш президент не такой земля нам не принадлежит или старообрядцы также если один крикнул они даже не понимают что они толпой кидаются дальше готовы разорвать люди которые обязаны мне своей жизнью верой своей я их воспитывал они у меня жили ужили жили близкие мне люди по родству и как один два дня только проходит и близкий человек кровно-родственный то 64 раза меня оболгал и помочился на мне притом женского рода нигде в мире нет такого нету я сектантами ну свидетели иеговы там еще только нету адвентисты седьмого дня методисты лютеране со всеми беседовал нормально расходимся и люди обращаются а это нет они день и ночь по но я там не хожу не разговариваю не отвечаю они не могут остановиться это одержимость бесовская они один одного поддерживает даже новый год наступает сейчас уже новый год и они старой кидаются меня там и нету я не на сибирске уже третье поколение растет и они на этом учат только один книгу моя попалась а в книге у меня три тысячи ссылок на библию она и место только в туалете если это брать по мусульманскому его казнили бы в этот день если в газете слово аллах встречается и он неправильно пользовался смертная казнь у них есть такое в статье а это знаю что там написано в такие фотографии и он мне даже дозвон сделал только в туалете место будет свирепое самое свирепое на земле как я понимаю я разговаривал с людьми которые фашисты коммунисты преданные никогда не нападают я говорю что если бы я был неверующий я бы был на стороне белых гражданской войну и все и коммунисты меня за это не упрекают почему а если бы вас масоны пригласили масоны если был совершенно верующий то не то что примеру если вы неверующий неверующий конечно представь какие глобальные задачи я говорю смотри вот ты хочешь чтобы тебя сосед был нормально не воровал не подстраивал конечно а можно навести да нельзя не навести а подъезд у подъезд 21 этаж а весь дом этот большой там сотни квартир а а я сейчас всю улицу сделать нормально что подчинялись и а это сделали гуни город не государство во всем мире лишних людей убрать и прочее это люди заботливые а то мусору когда в откровении об этом в рулетке я бы а я мусульманин я мута беру показан матом гнет то другое зачем он нужен весит разврат и проще да я был бы там там на тесто пошел поклон его сергею и кого стал сергей ура низкий поклон вам от меня я вот хожу же все слава богу аллилуйя ну вот видите как господь делает ну что николай все вопросы да в принципе то вопросы все понятные посмотрите вот такой еще мы услышали там это вообще тоже я такого даже я скажу о принципе николай в курс приехал кто-то из другой республики лиги по москве и не только знаете что в принципе это все если так вези меня в принцип услышал такое про торговлю выиграть передайте игнать тихонов что у нас торговлю храме есть но это не торговля потому что мы не надо не надо я я все знающий считал то а там все обман даже вещи проносить нельзя не торгуя не проносили ни одной вещи их кто человек будет распределять что куда деньги пойдут глупости все это ко мне один пришел и говорит я пришел вам помочь деньги а тогда еще ничего не издавал и проще я говорю откуда у тебя деньги да у меня маленькое предприятие я говорю какое ну я продаю книги а что за книги есть у тебя там такие сексуального характера так полно так извини геннадий я не могу взять не могу потому что для дела божия никак блудница цена ее и са не приемлется я отказался есть такие вещи которые один раз говорю они там застревают вот я в краевой администрации знакомый мне но он там решает вопросы о помощи и в это время тут поискал документа нету так посидите я в соседний тут кабинет тут через кабинет тут рядом я я соскакиваю да посидите здесь я вышел он вот когда заходил бы то за вышел это почему вы не вы это вышли потому что у вас документ может потерялся уже неделю а теперь вы думаете где документ а я остался а за то что вы оставляете здесь вас наказать надо закон пошел тем там куда в кабинет шел другим расстрезвонил они выглядывают на меня кто такой надо заботиться тебе государство доверило это зачем ты оставляешь меня там я в коридоре постою а ты должен пойти замкнуть вот так дорогие мои смотрите большой какой какой сторож то сколько килограмм то еще себе а тот не приходит играть который был тогда до 22 килограмма еще себе ну дай бог главное чтобы запомни главное не бей не бей никак ты сам убедился когда он за пропасти наберется теперь уже боится я сколько раз предупреждал не гни как он маленький это у него на всю жизнь запомнится знаешь какой черные я всегда держал европейская овчарка или немецкая называется уши и на топориком они на границе те собаки и везде они в милиции везде ну знаете какая овчарка но если ничего нет тут прощаться можно собака иногда мы встречаем они играют играют но она там на свободном вы были они отпускают она ходит по несколько километров и мы там где-то встречаем ее она видна не жилец хозяева больно они отпускают полностью и все ну ладно все братья вы ничего не соблазнились что я отвечал не по славу божию ну что мы стоим и ну и ну до свидания с богом богом отхожу благослови господи